привет да добрый вечер всем привет всем привет друзья привет да галина добрый вечер привет привет добрый вечер здравствуйте как неделя прошла осушить она была насыщенная даже не даже не знаю с чего бы начать чтобы вам рассказать вот но всех вас я очень рад видеть привет всем добрый доброго субботнего вечера приветики здравствуйте ну рассказывайте как ваши дела что вы делаете спасибо за сердечки ваши я вижу спасибо спасибо приветики приветики прекрасно выглядишь спасибо ну я такой наверное домашний все равно спасибо очень приятно если вы так считаете это здорово так иду гулять кто-то пишет прекрасно гулять нужно всем приветики да и вам тоже привет руслану тоже привет передаем привет руслан привет привет и вам привет пиво пьем кто-то пишет вы я не люблю честно вам скажу не моя тема и вообще сегодня я подругу поздравлял это же полглотка не сделал как ты спасибо все хорошо все нормально так немного грустно говорят знать иногда полезно грустить а так все цело спасибо все хорошо покажи собачку собачка ходит друзья анфиса тебя просят ну я же выкладывал вы же увидели вот большой больше почитаю пить вино кто-то пишет да вот она привет привет но она не хочет ребята я просто я не хочу насильно держать она сегодня тоже она там у нее там дела на кухне ой посмотрела она меня чуть думать наверное что это я вдруг а решил ее взять и показать отпускай да ну просто находит вы знаете ей не совсем хочется чтобы я ее дергал вот ну вы раз попросили я вам показал привет да всем привет а давай-ка напишите какие города откуда я тоже люблю собаку со мной 8 собак у какая красота представляете завтра я вам покажу анфисочка красотка вот видите здесь даже пол нет мои подписчики как ее зовут это прекрасно спасибо это хорошо москва 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 привет а у нее дела на кухне ну да она любит там ой какая хорошая собачка спасибо большое химки привет тоже передаю привет это москва рядышком совсем рядом подмосковье так скажем да или уже тоже москва а москва это галина нам такая интересная галин выходите мерц галина мерц я бы вот вас подключил в эфир попробуйте выйти я вас возьму друзья смотрите просто мне так захотелось выйти к вам пообщаться в принципе нет какой-то особой темы просто вот просто хочется иногда пообщаться знаете я такой сумме домашний сговорю я ходил поздравлял подругу я долго не сидел и а мне что-то домой хотелось быстро быстро я вот к вам с удовольствием и быстренько брянск привет привет брянску передаю животные не любят через силу сам пруда когда им надо нет вы что она прям без меня не может как слушайте вообще много кучу всего я поделал если вам честно сказать не знаю но вы знаете давайте пока не буду говорить лучше вам покажу результат завтра я вам сделаю прямой эфир ливан привет да привет давно не общалась скучаю по общению с тобой спасибо большое завтра покажу в прямом эфире помогет в 14 00 у косметолога буду делать процедуру такую увлажняющий для лица завтра моя косметолог принимает она будет делать процедуру мне увлажнение кожи лица я думаю что вы обязательно посмотрите вам будет интересно а в посту указаны какие дни в москве мой косметолог будет принимать так что вот такие дела чтобы вам еще интересного рассказать если вы будете задавать интересные вопросы я буду на них с удовольствием интересно отвечать если они у вас есть давайте да анфиса тем более не особо любит когда ее знаете сильно на руки просишь она не хочет а сколько не стоит если не секрет ребят смотрите я это ж надо индивидуально обращаться на я постом выкладывал смотря что делать она так по телефону не говорит потому что ненужные процедуры она не назначает надо просто зайти ну написать задать вопрос конкретно что вас интересует я не она обязательно доктора моя вам ответит что сегодня днем делали ребят много чего очень красиво вы извините спасибо да ладно диагностика например у я думаю вы смотря что вы хотите вы знаете вы можете написать в директ она вам обязательно ответить так я вот знаете не хочу вас вводить в заблуждение что я вам вот скажу какую-то такую цифру вдруг она не будет совпадать ливанчик без косметолога красавчик спасибо но все равно надо поддерживать знаете на как как правильно говорят по т.о никому не мешает ну не вы знаете в ней есть потрясающе хорошо спасибо да не за что вам спасибо да просто я боюсь вам сказать вы знаете я же не знаю прайса вдруг вы потом подумайте что я вот вас обманул и я думаю что так неправильно правильно и когда вы сами обратитесь вы скажите что вы от меня и обращайтесь я заболела к видом дома сижу скучно выздоравливайте поскорее не болейте сейчас люди легко переносят я надеюсь что у вас все все будет прекрасно так что вот такие дела вот тут вам уже пишет выздоравливайте видите как хорошо да болеть это конечно плохо ну к сожалению знаете мы ж никто ни от чего не застрахован и надо надо просто выздоравливать настраиваться на хорошее настроение думать только о хорошем и обязательно все у вас будет хорошо а вот знаете никогда нельзя складывать руки всегда надо верить в лучшее всегда из положения есть выход это точно я вот со своего опыта спасибо за поддержку обязательно буду лечиться правильно делайте все рекомендации вашего доктора лечитесь и не болейте ради бога это самое главное болеть не надо и нельзя надо быть всегда здоровым но если даже заболели ничего страшного сейчас люди быстро быстро и легко переносит самое главное не простужаться и делать все рекомендации вашего доктора которого осмотрел и все будет хорошо я уверен позитивно надо мыслить так что вот так позитивный настрой конечно обязательно ребят всегда я всегда говорю это наверное крайнее время очень моя любимая такая фраза что всегда есть выход с положения ну вы пассив большое ольга бело по-моему да правильно оль спасибо вам огромное спасибо за ваши теплые слова и мне очень приятно что в основном у меня добрые люди на меня подписаны и мне шлют только положительные эмоции меня это на меня это нравится привет с абхазии привет 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 вам моя любимая абхазии это моя историческая родина дочь альбина привет привет альбина весь я не ошибаюсь альбина я с тобой по моему учился это было так давно и неправда ну если меня память не подводит то точно а мы с тобой учились совсем немного один год по моему а вот ну а так с привет спасибо за сердечки боже мой ну давайте еще вопросы если есть сегодня на фотосъемке была вы прекрасно это же хорошо да учились вместе вот видите ливанчик сам в прошлом медик ну да ребята правда это правда причем я дипломированный медик вот но вы знаете вообще нисколечко не жалею что я ушел на телевидение все это дело оставил но как сказать этот шлейф за мной тянется я абсолютно до сих пор помню все фактически но я так не жалею что я оставил честное можно расскажу скажите а кто из вас документальный фильм мой смотрел тётя света привет 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 скажите пожалуйста кто то из вас см inclui туда приду а если смотрели и напишите пожалуйста кто из вас смотрел документальный фильм про меня я вас попрошь вот кто здесь из вас, если вы смотрели, дайте знать, очень-очень интересно, ну, если вам не сложно, если напишите, нет еще, смотрите, ссылка у меня в профиле, есть ссылка в ютубе, посмотрю, да, если вам не сложно, потом там в ютубе оставьте комментарий, я, вот, Мила, Камилова смотрела, я смотрела, ой, Альбина, спасибо большое, спасибо, мне, правда, очень приятно, слушайте, мне приятно все, что с Абхазией связано, потому что это мое детство, это, Абхазия, это страна души, я, там моя мама живет, брат, я смотрел не один раз, очень интересно, спасибо большое, ой, ну, спасибо всем, кто, я же вас просто попросил всех, кому не сложно, чтобы вся команда видела, вы можете комментарий там в ютубе оставлять, суперфильм, если вы в ютубе будете оставлять, тогда и режиссер фильма, и продюсер фильма, и участники, друзья, коллеги, которые снимались, они все будут видеть, и им будет приятно, потому что, привет из Абхазии, здравствуйте, привет, привет, хлопзи, апсна, да, все в ютубе, девочки, очень интересно, на одном дыхании смотрится, спасибо большое, да, привет, привет, что-то хотел про Абхазию вам очень-очень важное сказать, но, знаете, не хочется ностальгировать, честно вам скажу, уже годы 7 месяцев не был, и так я это остро ощущаю, в силу, в силу того, что график переместился, в силу того, что летом я не попал, не смог, потому что шли съемки документального фильма, и потом у меня еще обложка снималась, в общем, zero bad, и табук, и табук, и просто не получилось, но Абхазия, это мой воздух, мой кислород, это страна души, это мое детство, я очень люблю, и, как бы вам правильно сказать, там очень красиво, там народ гостеприимный, и там круто, те, кто не были, обязательно, вы должны там побывать, там правда классно, и вы не пожалеете, если поедете. О, голубоглазик в эфире, привет, ну, у меня, наверное, зеленые глаза, если так в них смотреться, ну, пусть будет так, сегодня пусть буду я для вас голубоглазым, спасибо за комплимент, очень-очень приятно, там, оказывается, мое отражение видно, как интересно, вот Анфиска, привет, вот, ну, ладно, не буду так показывать, я даже ее вот только увидел, в этом году, дай бог, чтобы получилось вырваться народу, нет, я поеду обязательно, ну, вот, как вот утихомериться, заболеваемость, я обязательно поеду, там у меня кое-что интересное будет, и, наконец-то, разрешать свадьбы, может, и на какую-то красивую свадьбу меня позовут провести, или какой-нибудь красивый конкурс, или еще что-то с удовольствием, я поеду, конечно. Вы знаете, человек, который любит все, что связано с его детством, обязательно, обязательно, это всегда какие-то хорошие воспоминания, и надо всегда возвращаться, хотя бы мысленно, ненадолго в детство, и это классно, потому что детство, оно такое беззаботное, знаете, живешь себе, и все прекрасно. Женя, дорогой друг мой, привет, у меня даже собаки с кошкой смотрят, да ладно, да, вот видите, значит, у меня хорошая карма, что интересное, может, сам, что интересное, может, сам женишься? Наталья, спасибо большое, вы думаете, что мне уже пора, да, время проходит, и я старею, я призадумаюсь вашим, ну, я даже не знаю, как это сказать, наставления, или вашим советом обязательно я попробую воспользоваться. Спасибо вам большое. На родине всегда новые силы появляются, как перезагрузка для человека, абсолютно верно. Правда, так и есть, я когда приезжаю туда, это для меня место силы, Абхазия, это точно правда, что у тебя есть сын. Ребята, на какие-то вопросы, то, что вы в СМИ читаете, это где-то, да, вы почитали, жду тебя в гости, Женечка, спасибо, дорогой, 5 марта, я знаю, что ты меня ждешь, вот, я обязательно к тебе приеду, тебе пора маленьких ливанчиков создавать. Спасибо, спасибо, да, я бы хотел бы очень дочь, наверное, я думаю, в моей жизни так и сложится, так что обязательно это произойдет. Спасибо, что вы так активно, знаете, я даже, мне даже так интересно, вы видите, все читаете про меня, что в интернете появляется, это здорово, мне правда приятно. Спасибо, что вы читаете, смотрите, пусть порой неправду про меня напишут, или какую-то такую совсем личную историю, но не хотелось бы, вы знаете, не хотелось бы, как одна балерина, которая показывает все. Хватит читать желтую прессу, кто-то пишет, не, ребята, я же тоже связан с МИ, самый лучший, Женечка, дорогой друг мой, самый лучший дружок мой в Санкт-Петербурге, спасибо. Знаете, нет, я никогда не обижаюсь, ну пусть пишут, если летом поеду в Санкт-Петербург, мне бы хотелось увидеть тебя, обязательно увидимся, я думаю, что вы обязательно меня увидите. Может, когда-нибудь я в ваш город приеду, вполне возможно, такое тоже бывает. Вот, честно говоря, в прошлом году я летал в Новосибирск. Это балерина Неволочков случайно, давайте мы не будем, не хочу о ней говорить у себя в эфире, засорять мусором. А тебе доченька красавица пойдет, спасибо большое, я тоже так думаю, вот, чтобы она была на меня похожа, это мечта моя. Ну, я вам честно скажу, по поводу Новосибирск, вы знаете, даже там в аэропорту подходили, там такая, такая, огромная разница во времени, причем я сюда, когда возвращался, а женщина ко мне подошла, а вы, говорит, Ливан, я, говорит, вас на телепередачах вижу. Или я, говорит, обозналась, я говорю, нет, это я, вы не обознались, вот, так что можно меня и в аэропорту встретить, можно меня и на улице встретить. Я всегда всем людям улыбаюсь и хочу только позитивные, позитивные эмоции оставлять всем. Не слышно, плохо стало слышно или что, напишите, звук пропал, не совсем понимаю. Дети, цветы жизни, тебе очень пойдет роль молодого красавица, красивого папы. Я все тоже где-то видела, Лилечка, ну, ты меня видела и твои камеры меня видели, документальный фильм, а как можно не подойти к такому лучезарному человеку? Ну, Женечка, ну, знаешь, я же не стодолларовая купюра, может, я кому-то не нравлюсь, кто-то меня за что-то не любит. Звук есть нормально, спасибо большое. Не знаю, может быть, я же не обижаюсь, у меня никогда не было стремления через свою публичность, чтобы меня все любили или, ну, не знаю. Ну, если кто-то меня не любит, ну, пускай любят. Спасибо, Женя, спасибо. Ну, может быть, я знаю точно, что в Питере меня любят, оттуда огромное количество людей у меня смотрят и слушают. Мне это приятно, вот. По крайней мере, ты добрый человек. Спасибо большое. Да, наверное, так и есть. Я никогда не был злым. Надеюсь, им никогда не буду. Мы тебя любим. Спасибо большое. Спасибо. Я вас тоже люблю, друзья. А если бы я увидела, сразу сфоткаться попросила. Да, конечно, Питер тебя очень любит. Спасибо, Питер меня очень любит. И я Питер люблю. Этот город тоже для меня особый, потому что там сколько лет я туда езжу. Сколько раз, раза четыре я у тебя, Женя, в твоих банкетных залах выступал. В Питере всегда, правда, классно, хорошо, душевно. И вы знаете, никогда я оттуда не приезжал с каким-то негативом. И, надеюсь, такого никогда не будет. Доброта чувствуется всегда. Спасибо. Ну, наверное, наверное. Вы знаете, я точно знаю одно, что, конечно, я такой вспыльчивый, иногда чрезмерно эмоциональный. Ну, я знаю точно одно, что я не подлый, и людям я никогда зла не желаю. Никогда. Наверное, в отчасти за это мне Бог дает все, что у меня есть. И я получаю ровно столько, сколько я заслуживаю. Я всегда это говорю и буду говорить. Просто, может быть, иногда публика просит чего-то больше, о чем мне не хочется, допустим, рассказывать, знаете, чрезмерно. Потому что я же никому не лезу в душе. Если я где-то на ток-шоу публично что-то высказываю, это только в рамках телепередачи. А там дальше я не рассказываю и не... Воспитание хорошее. Ну, может быть. Знаете, я честно скажу, наверное, от апельсинок или от осинок апельсинки не родятся. Конечно, от семьи, от папы, мамы много зависит. То, что мама, допустим, в человека закладывает, тоже очень важно. Тем более, ребят, мальчики очень привязаны. Допустим, у меня сестра очень любила отца сильно. Не надо рассказывать, за тебя все придумают люди. Лилечка. А вот вы спрашивали про документальный фильм. Вот, пожалуйста, про юсер и режиссер. Лилечка. Вот она у нас с вами. Виделись в октябре на показе. Ты необычный, яркий, эффектный. Ой, спасибо. Может быть, наверное. Спасибо, спасибо. Ну, конечно, когда я, наверное, одет ярко в костюмчиках. Но мне кажется, я такой же, как и вы. Не знаю, в чем моя яркость. Наверное, некорректно лезть под кожу публичным людям. Привет, большой Анфисе. Привет, дружочек мой. Привет, привет. Тимофей, привет. Вот Тимофей тоже, кстати, модель. Парень очень талантливый. Мы много раз с ним пересекались на разных показах. Вот, привет. Так что, друзья, вот как-то так. Не буду вас томить. Пообщались с вас меньше-меньше. Вы куда-то все уходите. Спасибо. А что надо, Ливан и сам расскажет. Очень открытый человек. Да, наверное, я открыт столько, сколько нужно. Вот, и вы знаете, чрезмерная открытость. И вообще, когда большое количество людей пытаются вторгаться в твою личную жизнь, ну, это не есть хорошо. Еще раз говорю, все равно же в каждом человеке есть какая-то загадка. Есть то, что с ним рождается и с ним умрет. Вот, я так думаю. А так, властная мать горе для мальчика. Ну, слушайте, смотрите, главное, чтобы мать не воспитала такого маминого сыночка. Вот это самое главное. А так, я не знаю. Ну, как? Я даже не знаю, как вам ответить. Каждый человек, еще раз говорю, в каждой семье какие-то свои уставы. Все ушли тусить. Ну, наверное, может быть, не знаю. Да, я же еще так без анонса вышел. Ну, я никогда... Ну, я точно никогда не был мамин-сыночком. Ну, ее мнение для меня очень-очень важно по-человечески. Потому что мама – это, наверное, самое дорогое, что у меня есть в жизни, самое святое. И вы знаете, очень важно маминное благословение. Очень важно, чтобы любимый человек, который вам подарил жизнь, чтобы она была счастлива. Счастлива в том плане, чтобы... Ой, ну, чтобы и она была здорова, радовалась. Это очень важно, мне кажется. Покуда наши родители живы, здоровы, мы всегда себя чувствуем детьми. И это точно. Это факт. И я так... Ну, по крайней мере, это мое такое, наверное, как бы правильно сказать. То, что я вынес из семьи. Вот. Мама самая лучшая и светлая, что есть у каждого из нас. Вот. Тема, я с тобой согласен. Ты прав, абсолютно. Дай Бог всем мамочкам здоровья крепкого. Пусть они будут всегда с нами. Вот. И это очень-очень важно. Это очень важно. Вот. Друзья, ладно. Может, я сегодня что-нибудь интересное пост выложу вам. Подумаю. Всем желаю хорошего, прекрасного дня. Я вас всех целую. И желаю прекрасной субботы. Давай я буду завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...